Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА сериала на шестерых. Отборочная игра ФФА чемпионата в моей группе. Тут я играю за Австрию и если вы не смотрели первую серию, то рекомендую начать именно с неё. Ссылка на эту серию появляется сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! У меня сейчас 1300 науки в ход, я уже сжёг пятого учёного и я тебя не могу вернуть, хотя я ушёл в одном проценте от тебя, только вот поэтому удивляюсь. О, американец город на Уран поставил. Сейчас наконец-то кинет на кого-нибудь ядерную ракету. Интересно, на кого же? Слушайте, так мы будем продолжать или мы согласны с теми местами, которые сейчас есть? Или кто-то не согласен? Ну какие места ты согласен? Ну вот как сейчас вот в таблице, собственно. Я, например, не вижу, как я могу выше подняться. Я не согласен, тут не согласен. Я первый по бутылке, первый по науке. Окей, окей, играем. Ну давай поменяемся с тобой, ты будешь вторым, а я буду третьим. Сверх, ты согласен? Только на победу. Ну это правильный настрой. Я считаю, что так и надо. Ты вот, Джек, пытался там. Ну я пробовал победить, но у меня как видите... Где ты пробовал? Ты ничего не сделал для победы. Ты не сделал ничего. Обязательно воевать, допустим, своими руками, чтобы победить, расскажи. Так ты даже союзник, типа тем людей, которые ты отправил воевать, ты никак их не это... Не вдохновил на подвиги. Я уже понял свои ошибки, которые я сделал. И что я сделал не так. Американец уже программу Аполло завершил. Один ход ему остался. У него уже программа Аполло будет. У него везде построены космические эти заводы. Так что ему... Ну и открыты, соответственно, уже все техи для... Деньги у него есть купить. Я думаю, тут, не знаю, сколько? Четыре хода, пять еще. Я думаю, сейчас у меня два ученых еще родятся и четыре ходки от игры. Ну, может, пять ходов до конца игры. Нет, ну... До 220-го хода это точно. Ну, это да. Но у меня сейчас как раз два ученых будет. Я прожгусь в физику элементарных частиц. Но это последняя деталь. И ее куплю. У тебя, турок, была замечательная возможность, конечно, меня забрать. Вот в тот самый первый раз, когда у тебя было девять фрегатов. Зачем ты... Почему ты так испугался меня и заключил защитный пакт тогда? Я не понял. Да, а я не разведал, что у тебя не северные города. Я все-таки думал, что ты... А, у меня тоже... У меня тоже... У меня тоже самое. Блин, я реально... Я не знаю вообще, как я дожил до конца игры, потому что... Ну, тут действительно, мне так подфартило с местом. А не ставить... Ну, если не ставить на воде... Ну, это просто упыторженные города получаются. То есть, такой полуостров. И самое дебильное, что даже проплыва подводными лодками нету, представляете? То есть, конкретно прямо земля аж до конца карты. Я не могу даже подводными лодками из одной части в другую проплыть. Ну, это вообще трындец какой-то. И все, и приходи хоть с одной стороны, забирай хоть с другой. Я, конечно, индонезиец подвел в этом плане. А так надеялся, что он будет у тебя американец противовесом, чтобы ты ко мне не плавал. Видел, какую я там высыпку провернул у него. Через вот это вот море, к Джакарте. Там на самом деле было бы обидно, если бы я у них хватил. Индонезия крадет технологию. Ну, ей можно. КОНЕЦ И вдруг, успокойся. Точнее, этот, осиреет. Успокойся. Это кто говорит? Индус? То есть ты сам себе сначала сказал, успокойся? Точнее, что здесь стоит. Точнее, шесть номеров уже ничего не решат. Точнее. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Чё вы там делаете столько времени, Дэн? Чё? Чё ты там делаешь? Юни ты переставляешь из клеточки в клеточку. Именно. Субтитры делал DimaTorzok Слушайте, у него, по-моему, проект Манхэттен-то не построен. Где он вообще должен быть виден? Я его в Зальцберге строю. За добавление космической части космической кораблячки дают, нет? Не знаю. Конечно, если я американскую корабля, я хотел, хотя мы второе не стрелять. Нападай на индуса, что я могу сказать. Слушайте, а как проверить? Ты там что вообще максимизируешь? Чё? Ну, ты очень жалко. Ну, а тебе еще жалко. Да. Нифига себе. Еще, а сирийцу индусы еще и города захватывает. Good game, Джек. Good game. Что, индус четыре ядерки кинул, да, на ассирийца? Штук шесть, там, если не больше. И в итоге ассирийц захватывает все равно города. Класс. Еще сейчас кину ядерку на него. Ты смотри, ты кидаешь ядерки, а захватывает города он. Может, в этом причина? Может, не кидай ядерки? А ты кинь ядерку на свой город, и тогда ты захватишь его город. Классно я придумал. Мне прям нравится это предложение. Ну что, три хода, я так понимаю, да, американец? До победы. Ну, а если ты ядерку не скинешь, то да? Кину обязательно. Ну, значит, не ки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Отлично, я еще и не принял ускорение Субтитры создавал DimaTorzok Не устаю радоваться тому, что мои видео выходят при поддержке 2GIS 2GIS это электронный справочник с картой города В котором уже больше 250 городов России и еще 8 стран мира Недавно у них вышла новая версия И одна из главных фишек, которая, например, мне очень нравится То, что обновление карты не требует заново загружать приложение Да-да, динамические обновления карт и каталога 2GIS Происходят без переустановки программного обеспечения Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно Скачивайте справочник для нужного вам города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok я не буду ходить ладно хочешь они находятся другими нитами кроме топор и шпист и и и и и и и Продолжение следует... 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 не знаю мне 5 ходов строить я зеркал помню фига то есть деньги ты не хочешь тратить мне не хватит а у тебя уже не хватит я говорю что на самом деле сейчас турку летает от за этого ну давай мне деньги я кину на него слушай ну ты уже как-то так откровенно продал все бомбардировщики свои ну это ну прям ну значит построить надо было ты уже откровенно просто уже все кинул только чтобы построить эту космический корабль дожди у тебя не хватит мне на бомбу ну хотя ладно действительно я уже не буду если что если ты улетишь так улетай чё ты мне подсказываешь турка быстрее улетит у тебя же одна деталь осталось как только просто не и метод не засовывают дашь турка ладно тебе дай мне денег и кину и на него раз деталька два деталька и улетает так ты не можешь даже если у тебя были деньги не можешь покупать это очень долго времени так что мне кажется все таки американец наверное атланту поставил на уран и так никакой ядерной ракеты и не взял я попробовал улететь сразу получилось ну блин я бы уже улетел если ты не скинул ядерку хорошенько конечно я как увидел что у тебя там деталька стоит так я перекликал на ядерке на ядерке вроде легче перекликать хотя не знаю там сложно просто каупом быстрее прогрузится не ну ты знаешь откровенно вот не прав что ты все свои юниты а мне иначе хватало ну так а может тебе стоило ну не хватало что-то построить хотя бы одну все купить надо я бы я бы не взял вашингтон у тебя там было по моему 11 штук бомбардировщиков ну и норм больше там было штук 20 тем более взял все распродал кстати ты бы индус вместо нападения на ассирийца лучше бы на турка напал ассирийца то что ну не сейчас уже естественно так вообще в принципе позже ассирийца ассирийца уже столицу индуса берет зато у меня интернет час откроется буду сидеть на ютубчике смотреть на третий глаз откроется я понял так я думаю из филадельфии тоже можно убирать все на золото и посадить в измирне в адерне да и в измир можно в адрианополь постоянно говорят что вот почему есть два одинаковых города стабул константинополь а то что в византии есть адрианополь и адерне тот же что-то никто не говорит получается у нас оборонительный союз расторгнулся когда ты напал на американца да ты мне войну объявил жалко зачем ты так сделал шучу конечно а нефиг заключать я улетаю сейчас что-то не то не так у нас оборонительный союз и так и так бы расторгнулся он на каком он был спасибо за игру блин я не заметил кто победил в итоге нет там а ну вот видишь все таки можно через Нью-Йорк правильно же поздравляю ну ладно всем удачи и вот так индус побеждают все у кого столицу ему забирают а если бы чуть раньше я забрал столицу он бы не мог так быстро улететь и у всех были бы шансы еще что-то построить ну понятно так а что там по местам спасибо за игру а что по местам да кстати что там по местам получается ну по-моему я второй ассириец походу первый американец второй ассириец потом австрит дурак и я пятый ну хорошая игра всем спасибо то есть я считаю все таки тут переломное было вот то что надо было американца тогда брать столицу тут на самом деле два переломных момента было если бы я не вынес на индийца я бы не выиграл ну это твой нет это твой личный переломный момент это так не до конца быть не до конца быть не до конца быть не ну это вообще на один ход проиграл с запуском простите мне хотите попасть а потому что нефиг опять же заключать защитные пакты а то надо тоже в войне участвовать а не надеяться что кто-то там вы ребята вот знаете играете за счет других типа вот американец победил за счет себя он ничего не делал он все делал вот как сам хотел я собираюсь а когда вы пытаетесь за счет других там типа вот они сейчас воевать будут я тут тихой сапой проскочу это это никогда ну к лучшему не приводит у меня вся игра была тихая сапой у меня столица была я так тупо поставил что у меня в трех радиусах у меня был дур-дур то есть даже воля то есть даже воля только из этого пошел я просто смог построить не на чем не на чем не на чем не на чем ты тоже хорошо развелся все нормально я вообще не понимаю как ты меня не взял тогда фрегатами это просто а ну там один клик то есть ты успел копейщику поставить спасибо пока да пока то есть там капер вставал я думаю там я их менял ну в общем в клике я тебе чуть-чуть проиграл да там даже не в клике там еще очень сильные юниты получились со всеми этими бонусами а да да у тебя там по 50 что ли процентов 55 что ли процентов все имитовало так я не понял зачем индус шел в эту в туризм и так далее а он ну как наверное пытался выиграть ну просто в сетевых играх это никак не получается но есть только там у всех скультурной культурных городов было много и у него шансов не было сразу ну да так он еще и дипломатов сажал вместо шпионов нет он много хитрости он давал открытые границы пускал караваны то есть на себе под петями пытался ну не ну замечательно он подгадил конечно как бы вот своими этими влияниями ну я согласен я бы тоже наверное сидел бы в воле если бы пошел в эту гуэк парадигму я мог очень сильно впал в участие в российском мне и таки вообще не хватало а как ну вот у меня преломный момент был то что когда твои стрелители взял я уже думал что возьму когда уже там собрал все таки разные но твои бонусы тебе надо было еще фрегатами тогда нападать фрегатами вот фрегатами бы ты взял когда был один из фрегатов я там наверное точно был у меня же говорили я то что я думал у тебя какой то проплыть я смотрю ты парень и первый по промке у лидеров мне страшно на тебя нападать то же самое и американцы я так понимаю было да чё 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 я первый по промке да типа такой и не напасть а так получается у меня там два города со стороны американцев берутся без проблем на самом деле как его вообще не собирался нападать на ну ни на кого то есть я бы может быть напал бы если бы мы не заключили договор с австрийцем насчет типа не войны на воде тогда бы я бы просто потом ну фрегатами пошел бы его два города покоться бы но раз он меня так обвел я решил отсиживаться деньги то есть я все не делал на деньги у меня же коммерция принята то есть я изначально шел в свободу с расчетом на то что я буду улетать не я вообще не это считаю я всю игру хотел воевать собирался с индусом воевать на прямом углу пойти то есть я пытался навешивать сколько раз но разверки не хватало я говорю вот после того как этого индонезийца вынесли ну я вынес то у меня была такая чисто оборонительная тактика по улету ну а что как я ну вот расскажи монстр Дэн вот скажи людям что одна ядерная ракета скинутая на город с убежищем она не дает ничего тем более для для игрока играющего через свободу где все жители сидят специалисты я не отрицаю кстати вот в тот момент когда вы там собирались ядерки кидать я бы скорее всего стольную отбил у меня слишком много бомбардировщиков было ну да еще кстати нет стольную бы ты отбил точно но она хотя бы ну смотри ты бы потерял я бы ее не дал потому что куда вы прилетели сейчас пуршутисты так пуршутисты ну один пуршутист ломается с четырех бомбардировщиков даже с трех наверное если они прокачаны ну они прокачаны у меня там до ну собственно до блин что там у меня просто у меня реально бомбардировщиков было очень много я с самого начала думал что как раз так оно и будет но раз так это случилось мне пришлось все бомбардировщики продать поразительно человек затеял войну затеял войну только ради того чтобы скинуть одну ядерную ракету ну что в голове не на самом деле индус на самом деле логично действовал то есть на его бы месте я бы наверное так же попробовал бы там поссорить двух соседей чтобы они друг друга мочили на самом деле правильно был да 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 то есть если бы он как бы там помогал побольше бы то это было бы прям хорошо но он видишь как то так потом а если бы тебе столицу отобрали все ничего бы еще в игре так сильно нет если бы у меня отняли столицу то просто потом бы все огрелись бы на алексея а я бы так же попробовал бы на кабинете вы бы там двое воевали бы индуст тогда да блин да что вы к этому индуст никак не победить но если бы Леша отобрал больше шансов я сделал специально уже ну под конец играть только рассчитывал я очень хотел чтобы Леша смог у тебя столицу отобрать чтобы тебя сильно потормозили тогда шансы но не хватило хода а индуст индуст денег не дал просто зажал а смысл кидать одну ядерку вот реально одна ядерка это просто половина хп города снимается и все и я не захватить его не могу не промардировщиками добить ничего не могу сделать но это даже денег тех не отбивают и урон а именно что а кстати у тебя тогда еще в тот момент кстати американцы у тебя еще были бомбардировщики в столице одной ядеркой они не убиваются а вот двумя нет ты их перевел потом а тогда они еще сидели там вот когда я ругался а потом ты уже знаешь на второй или на третий ход перевел а вот если бы он мне тогда дал деньги и я бы купил две ядер шесть бомбардировщиков у тебя было бы минус но опять же это знаешь это как в истории было бы особо там накобы и так далее ну да да я просто просто это к тому однозначно однозначно был шанс победить однозначно у турка и у австрияка мне кажется я думаю даже и у ассирийца был шанс победить если бы индус на него не напал и восемь ядерок на него не он я думаю что ассирийца у ассирийца было неплохо сноу а кстати можешь посмотреть эти графики это я забыл как включить а как включить графики как включить графики если ты типа один ход ну короче если у меня сейчас не главное меню а игра сама идет без победного вот этого окошка как меня обратно ну там в меню загрузить повтор где-то там я хочу тебе сказать что ассирийц от тебя по науке вход отставал очень не сильно вообще так у меня же и говорю проблем ну так то есть я рассчитывал не на науку в ход потому что ты как-то можешь посмотреть я не сажал ни ученых только я двух в академию посадил и все больше у меня не было в академиях ученых у меня всего два и то там они под конец игры они не сильно сыграли роль я рассчитывал на то что я буду ученых сжигать у индуса вообще самый максимум науки вообще вот в принципе был 600 науки в ход как вы понимаете он никак не мог бы победить а кстати вот тоже момент знаете почему я по науке то вырвался потому что когда я открыл лаборатории у вас были открытые эти открытые самолеты ну я вынужден был самолеты открыть я лаборатории открыл я вот их построил короче вот так получилось я когда их построил я старался их тоже потихоньку строить когда их построил лабы только, через появились лаб зон Am кого-то сторон то ли у Стряга то ли еще у кого-то а у индусов- такая вообще они там позже построили вот и вместо того чтобы выходить из самолета допустим к какомуsan например к тому же индусу Ну, вместе надо было уходить в лабы. Так, индус там занимался какой-то туризмом, понимаешь, всякими шедеврами, строительством великих людей. Индус по науке никак не мог победить. Ну, просто, ну, блин, ну, никак. Ну, а ты-то что в самолеты выходил? Ты так знал, что он в себя нападет? Потому что у меня турок, да. Именно поэтому. И, собственно, я оказался прав, мне самолеты помогли отбиться. Ну, так-то да. Иначе я бы не отбился. Если бы ты вышел в лабы одновременно со мной, потому что мы близко шли в тот момент достаточно то... То меня бы в игре до конца игры уже не было бы. Турок бы пришел и забрал мои города. Если бы он не напал. Так как бы он не напал. Он построил флот чисто того, чтобы меня напасть. У него там нету выплыва больше никуда. У него чисто ко мне пройдет и все. А еще я очень, кстати... Кстати, я очень сильно ступил. Я не знал, что там с Диар Бакыра проплыв есть. Я думаю, вот ты поставил два города. Думаю, ну, в принципе, угрожают. Мне. Но что они два города могут сделать? А надо было сразу... А где там он проплыл? У него просто внутреннее море. У него внутреннее море, в котором находится аж 4 города. А, вижу, вижу, вижу. И из внутреннего моря у него проплыв через этот один город в мое море, где у меня стоит столица. Ну, у него, конечно, такие города Бурса, например, стрёмные. Прям вообще стрёмные. Ну, у меня счастье не было Харканы, на самом деле. Я не знаю. А зачем? Сюда ты его поставил? Он же... Никакую клетку не обрабатывает нормальную. Бурса, это где там слева внизу стоит. Ну, да. Потом... Нет, там она брала Люкс. Люкс брала. И мне Карадану, чтобы люблять. Она там это... Вино Люкс пилит. Не знаю, конечно, как так все города такие. Ну, когда ты в волю. Ты в волю. Ну, вот. Я сейчас, кстати, зайкину этот скриншоп. Там, я же говорю, я поставил так город, увидел, что я прибежал. У меня не было двух еды. Ни в первом, ни во втором. У меня вообще город не на чем было. Я поэтому сидел там до 20-го школи-хода с одним жителем. И пошел в волю. И чисто только с волей взял в поселок. Открыл морские караваны. И начал столицу как-то саджатать. Кстати, если бы я пошел в порядок, я бы мог инженерами завершить этот. Космический корабль. У меня что-то инженеров. Немерено было. Не знаю из-за чего. Но я вот все последние чудеса все строил с инженеров. У меня еще в конце игры два инженера было. У меня тоже было, кстати, куча инженеров. Если бы я не отстал по науке, я бы мог построить последние части. У меня три инженера было тоже в конце. Ну, в общем, да. Как-то так. А я еще, знаешь что? Еще я из-за этого индуса, так как я надеялся, что он мне даст деньги на ядерные ракеты, я их чуть позже стал строить. Так бы я мог раньше на тебя напасть. И чуть позже, собственно, их открыл. Я думал, я сейчас открою, даст индус мне деньги на них. Ну, немножко вот уже отстал. Ладно. Ну, спасибо за игру. Да, за игру. Сейчас я напишу тогда результат теме. Всем удачи дальше в турнире. Ну все. Давай, всем спасибо. Спокойной ночи. Я Леша Халецкий. Тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры.